ну хорошо давайте продолжим значит сегодня у нас еще второй кусок сибири вторая ее половина западно-сибирского бассейна северная половина и видите как меняется все кардинально с точки зрения фазового состава если у нас в южной половине все-таки преобладает видите зеленый цвет а зеленый цвет это означает что здесь главным образом залежи нефтяные здесь конечно есть газ но кроме вот такого юго-востока газ всегда имеет подчиненное значение это газовые шапки или отдельные такие нефтегазоконденсат и залежи ну небольшие главным образом нефть но когда мы переходим на север у нас видите сразу значит меняется цвет сразу газа становится намного больше больше чем нефти это конечно надо как-то объяснять объяснение здесь несколько ну во первых первое объяснение которое кажется наиболее таким но уж лежащим на поверхности это то что север конечно там значительно большие мощности юрско-беловых отложений то есть там глубже соответственно материнская толща основная баженовская не говоря уж про тюменскую второго по значимости материнскую толщу они попадают уже не в нефтяное окно а в газовое то есть это уже как бы перезрелая материнская толща перезрелое вещество поэтому где-то наверно с ну с конца мела может быть сначала полиоген ларжи с конца мела уже идет в основном генерация газа то есть та нефть которая генерировалась на начальных этапах она или куда-то вытесняется или растворяется в газе поэтому залежи здесь конечно не только чисто газовая а есть еще нефть и газа конденсат или газа конденсат y'all то есть газы конденсат на я залежь это значит что фазовое состояние это газ но только в пластовых условиях при высоких давлениях когда вы поднимаем на поверхность этот газ из него по мере падения давления выпадает конденсат то есть жидкая часть то есть растворимость Жидкости в газе прямо пропорционально давлению. Если давление уменьшается, значит, соответственно, растворимость падает, часть жидкости выделяется в свободную фазу. Это говорит о том, что здесь могла нефть раствориться из-за большого количества газа. Смущает вот какая вещь. Несмотря на то, что на этих карточках все вот такое красненькое, и вот здесь на профиле красненькое, на самом деле это не чистый газ. Начиная с некой глубины, но это примерно соответствует по стратеграфии ниакому. Газ здесь чистый, даже иногда с небольшим содержанием всего лишь конденсата. Это аптальпсиламан, верхний комплекс. Вот там вот эти вот самые крупные залежи, и они чисто газовые. А вот если мы перейдем в ниакому, то есть в нижнюю часть мела, то есть там верхний беряз, валанжин, гатыриф, там не чистый газ. Там газ с нефтяной оторочкой или даже нефть газовой шапкой. То есть там где-то половина на половину, иногда даже нефти больше. То есть это вот неправильно здесь нарисовано. Это вот и нефть и газ. Здесь чистый газ, здесь нефть и газ. Это, конечно, не очень понятно, если исходить из первой точки зрения. Потому что, ну вот, материнская, ну и если она генерирует в конце концов газ, то почему вот здесь все-таки нефть осталась, а здесь чистый газ, да? Значит, это тоже надо как-то объяснять. Сейчас я, конечно, попытаюсь это объяснить, но чуть позже. Теперь второй вариант. Второй вариант, что вот этот газ, верхний, он вообще-то даже не связан с материнскими толщами Баженовской свиты там и Тюменской свиты. А это газ, который генерировал своими отложениями, то есть Апт-Альп-Синаманские отложения, которые действительно, они часто содержат органику, правда, это органика, это остатки высшей растительности, то есть это гобусовое вещество привычное. Здесь уголь попадается уже где-то ближе к верхней части нижнего мела. И вот это вот может быть, считается, что вот такой кероген третьего типа. На юге он совершенно не преобразован, потому что мелко, а вот на севере он, в принципе, может давать, ну, конечно, давать только газ, потому что это все-таки кероген третьего типа. Ну вот, тоже не очень хорошее объяснение, потому что дело в том, что ну не хватит, там такие низкие и высокие концентрации этого вещества органического, что не хватит на такие гигантские, действительно гигантские запасы газа. Ну, может быть, это не первое место в мире по запасам газа, но второе точно, очень близко к первому. Ну, сейчас уже, наверное, не первое. Теперь вот, третье такое объяснение, да, что вот этот газ – это результат догазации. Вот. То есть, ну, понятное дело, что когда газ генерируется, он растворяется. Он растворяется и в любой жидкости, и в нефти, и в воде. То есть, тут какая картина? Если нефти, так условно говоря, больше, чем газа, то газ растворяется в нефти. Если, ну, еще и давление, конечно, должно быть соответствующее. Если газа значительно больше, чем нефти, то нефть растворяется в газе. Ну, так вот, здесь в свое время была генерация газа. Газ растворился в том числе в воде. Ну, это было где-то в палеогене, да, вот это максимальное такое вот содержание газа в воде. А потом на неотехнологическом этапе вот эта северная часть бассейна стала подниматься. Ну, вот, по оценке Конторовича, Нестерова, они оценивали, что где-то на неотехнологическом этапе, даже, можно сказать, четвертичное время, север-западной Сибири поднялся примерно на полкилометра, на 500 метров. Да, он сейчас невысоко, но это результат эрозии, да, но он все-таки поднимался. Значит, давление упало, если это 500 метров, где-то на 5 мегапаскалей. Соответственно, часть газа, растворенного в воде, она просто перешла в свободную фазу и, ну, вот, попала в те же ловушки, что и нефть. Опять же, где-то растворила, где-то вытеснила. Но вот не очень тоже объяснение, мне кажется, что, вот почему? Потому что, ну, все-таки и север тоже, и юг поднимался. Почему здесь такого нет? Вот это, конечно, не очень понятно, потому что вся территория Западной Сибири поднималась. Ну, вот такой вот вариант. Теперь, значит, мне, если, честно говоря, так сказать, мое мнение рассматривать, то я все-таки думаю, что вот это первое. А как объяснить то, что нефть внизу, а газ вверху? Ну, вот здесь можем рассмотреть такой вопрос, как вертикальная миграция, то есть вертикальное перераспределение. Такое опять отступление лирическое. Но вот этот вопрос давайте посмотрим немножечко вот в этой связи. Значит, вертикальная миграция, то есть перераспределение углеводородов по вертикали. Значит, это перераспределение подразумевает собой, да, этот процесс, что газ или нефть, то есть углеводороды, должны прорвать покрышку, да, то есть вот переходу вверх и мешают непроницаемые породы. Ну, то есть, конечно, не ту полость непроницаемая, слабо проницаемая. Давайте разберемся, в какие силы противо друг друга борются. Ну, понятно, что вот движение углеводородов вверх, это в основном действующая архимедовая сила, поскольку все-таки нефть и газ – это капля в океане воды, как говорил Губкин. Значит, это все находится в водной среде. Соответственно, и нефть, и газ имеют плотность меньше, особенно газ, чем вода. Соответственно, архимедовая сила создает давление, которое по этой формуле – высота столба, ускорение свободного падения и разность плотностей воды и углеводорода. Значит, это сила вверх, которая заставляет двигаться углеводороды. А вот противостоит ей в покрышках больше в части капиллярные силы, то есть те силы, которые направлены в гидрофильном коллекторе на всасывание воды и удерживание воды в мелких порах. Оно тоже довольно легко рассчитывается, двойное поверхностное натяжение, деленное на радиус поры, ну или радиус канала. Ну или вот как здесь написано, разницу в радиусе поры в материнской толщине, ну в покрышке, в материнской, в покрышке и в коллекторе. В коллекторе большая пора, в покрышке маленькая. Тут, конечно, еще косинус угла смачивание по-хорошему, но мы можем пренебречь малозначенными из этих вещей факторами, членов этого уравнения, потому что, ну, все-таки у нас природная среда и все мы рассчитать не можем, но некоторые вещи влияют слабо. То есть вот этот угол смачивания в принципе равный нулю, то есть не отклоняется от горизонтали, поверхность, сил поверхностного натяжения тоже примерно константа, ну, естественно, ускорение свободного падения меняется, но тоже в таких пределах, что мы этим можем пренебречь. Ну, и вот разность плотностей тоже она примерно одинаковая. Значит, фактически у нас с вами действующей здесь величиной на изолирующее свойство покрышки, та величина, которая определяет свойство покрышки, является диаметр поры. Ну, и вот, в принципе, видите, такая диаграмма, она показывает, что чем меньше диаметр вот этого порового канала, соответственно, тем больше капиллярной силы, и тем больше, тем выше столб углеводородов, которые она может покрышку удерживать. То есть, ну, вот при одной десятой микрона, в принципе, колонка там нефти, может быть, это высота столба, высота залежи 150 метров, и это удержит такая покрышка. А если один микрон, здесь неправильно написано, не 0,1, а один микрон и выше, то она вообще ничего не держит, если такие там поры. Значит, вот это вот, конечно, важно. Теперь что еще? На самом деле, вот это тоже не может меняться, плотность углеводородов. Вот на этой диаграмме тоже хорошо показано, что если мы берем вот сухой газ, то есть газ, состоящий из метана, это углеводород с минимальной плотностью, то высота столба, конечно, будет минимальна. Ну, это не обращайте внимания, что такие большие цифры – это футы, да? Это я вам привожу данное, как говорится, английских ученых, Бритиш Петролио. Вот, минимально, потому что это очень высокая архимедовая сила. А если мы, допустим, берем тяжелую нефть, то это, видите, в пять раз фактически больше высота столба. То есть, это вот эта вот проницаемость покрышки, помимо диаметра поровых каналов, еще зависит от того, что ниже, какой флюид. И вот газ, видите, он гораздо больше миграционно способен, сильнее давят на покрышку, чем нефть, в разы. Значит, вот это вот первое, что нам может привести к этому выводу, почему так нефть внизу, а газ наверху. Ну, есть еще, конечно, некоторые факторы, которые влияют на прочность глиняных покрышек, в частности. Например, глубина. Глубина, ну, не будем смотреть, почему здесь ниже на море, потому что это вообще взято для морских месторождений. Ну, просто глубина. И вот, чем больше глубина, тем менее надежно становятся покрышки. Да? Почему? Потому что глинистые породы, они очень легко, ну, не метаморфизуются, конечно, а преобразуются. То есть переход от глины пластичной к аргелиту, это, в общем, значит, что довольно сильно ухудшается свойство покрышки. Почему? Потому что глина, она пластичная, аргелит нет. Аргелит хрупкий, он и сам по себе такой, там, листоватый. Но еще, ну, это бог с ним, потому что эта слоистость, его сланцеватость, она послойная, то есть она вот вдоль слоев. Это не так сильно влияет на проницаемость. Но хрупкость, она что? Любое тектоническое движение, и вот получается система вертикальных трещин, и покрышка у нас держит плохо. Поэтому вот снижение, чем глубже покрышка, тем она хуже. То есть это вот второй фактор, который тоже можно сейчас в Западной Сибири, для Северо-Западной Сибири использует. Ну, а теперь вот еще, как происходит вот это вот событие, которое вот приводит к прорыву через покрышки. Ну, давайте, я все-таки, картинка может не очень понятна, давайте я попробую нарисовать. Ну, вот у нас какая-то есть ловушка. Ловушка перекрыта, ну, понятное дело, покрышкой. Это песчаный коллектор, а это глинистая покрышка. Значит, что у нас по силам? Ну, вот можем нарисовать такой график. Где мы покажем? Ну, вот здесь сначала будем нарисовать капиллярная сила, капиллярное давление. То есть капиллярное давление в покрышке высокое, а в коллекторе маленькое. Да, потому что, ну, естественно, здесь из-за небольшого диаметра пор здесь действует эти капиллярные силы активно. Большой диаметр пор не работает. Значит, мы давайте начнем заполнять эту ловушку, ну, для примера, газом, без разницы. Значит, вот заполняем газом, да, вот газ у нас образовался, поступил вот так вот так все. Значит, что у нас получается? Давление за счет архимедовой силы начинает расти. Вот здесь, в этой точке, давление, в принципе, пластовое, оно соответствует давлению гидростатическому, не работает архимедовая сила. Максимально она работает вот здесь. Ну, пусть это будет вот так. Значит, вот у нас давление архимедовой силы, а давление капиллярной силы. Капиллярная сила больше ставит давление, поэтому покрышка держит. Вот она еще не достигла вот этого. Но по мере заполнения ловушки у нас происходит рост давления, и в конце концов он сравняется с капиллярным, и тогда начинается что? Просачивание через покрышку. Вот прорыв покрышки – это не совсем хороший термин, потому что это не такое катастрофическое явление, как, допустим, взять там и резиновое ведро, ножиком ткнуть, да? Это вот такое постепенное просачивание, которое происходит довольно медленно. Покрышка не разрушается. Ничего себе не разрушается. Просто она начинает, так сказать, травить. Вот. И потихонечку через нее проходит. Теперь давайте посмотрим, а что же есть ли у нас залеж нефтегазовая? Вот это вот нефтяная часть. Вот как в Западной Сибири, допустим, да, произошло. То есть сначала была нефть, потом, когда перезрели материнские толщи, тюменская и баженовская, пошло большое количество газа, да? Внизу, естественно, нефть, вверху газ. Ну, идет прорыв покрышки, но что уходит-то? Уходит то, что сверху. Вот эта часть уходит. А эта нет. Когда эта частично уйдет, давление опять упадет, и опять покрышка начнет держать. То есть она не разрушается механически. Если давление опять упадет, залежа, она опять будет держать покрышку, опять ничего не произойдет. То есть, вот видите, часть верхняя газа уйдет, но только газ, что наверху. Вот он уйдет, а это все останется. Ну вот, мне кажется, такое объяснение можно использовать для Северо-Западной Сибири. И оно подходит для того, что вот внизу мы все-таки имеем нефть плюс газ, а наверху чистый газ, потому что газ прорвался, давление упало, и опять покрышка держит. Ну, такие примеры есть не только в Западной Сибири. Ну, вот пример там, месторождение. Ну, от Голы, опять же, в боксе. Вот. Крупный антиклиналь. Здесь прошел прорыв, и вот этот газ идет-идет, а вроде бы здесь может остаться нефть. Вот такая, да? Наверху газ, внизу газ нефти. То есть это все ну, не уникально. То есть это вот такой случай может происходить. Вот. Мне такое объяснение нравится. Оно, как видите, не единственное, но, в принципе, вполне логично. Ну, давайте дальше. Давайте непосредственно перейдем к Северо-Западной Сибири. И там четыре области выделяются, нефтегазоносные области. Я вам уже говорил, что это вот разделение на НГО произошло довольно давно. И сейчас мы, наверное, по-другому разделили, потому что, ну, больше данных, больше у нас информации, где чего изменяется. Ну, давайте, как исторически, как сделали наши предшественники, так и пойдем. Ну, вот, первая нефтегазоносная область это Ямальская. Ну, логично, с точки зрения географии, потому что, это полуостров Ямал, северо-запад, но, видите, как обрезана эта нефтегазоносная область на всех схемах нефтегеологического ориентирования, обрезана по береговой линии. Естественно, все уходит туда дальше, в Карское море, и мы увидим, что вот, ну, просто прямо уходит продолжение, просто там, всех структур, ну, вот, традиционно так. Значит, что здесь из таких крупных структурных элементов? Ну, здесь есть впадины, есть несколько валов, и самое, вот, наверное, ну, вот, это-то точно надо запомнить. Вот такой вот мегавал называется Нурминский, вот, Нурминский мегавал. Почему его надо запомнить? Потому что смотрите, как самое крупное месторождение вытянутое. Вот самое крупное месторождение здесь находится именно на Нурминском валу. Ну, Лавопортовское месторождение, оно вроде как не на Нурминском, здесь свой вал южно-ямальский, вот так это идет, немножко кулисообразно к Нурминскому, ну, бог с ним, вот, все валов. Значит, больше 20 месторождений, преимущественно газ, газоконденсат, но есть и нефть. Четыре уникальных, то бишь, уникальное по газу это больше одного триллиона кубометров. Для нефти уникальное больше 300 миллионов, извлекаемых, для газа один триллион кубометров. Вот четыре этих месторождения, Харсавей, Баваненковская, Арктическая, Новопортовская. Ну вот, тоже, также картина, как я вам говорил, здесь проявляется наверху, в общем, газ, а внизу уже можно и нефть поискать. Ну вот, давайте посмотрим. Сначала, сначала, вот, такое классическое месторождение, которое, в общем, ну, здесь, как бы, ну, вот, вот такое, такие они в основном. Это месторождение Баваненковское, очень крупное, там, около, около 5 миллиардов, триллионов кубометров, на самом деле, гигант. Баваненковское месторождение, названное в честь Вадима Дмитриевича Баваненко, это такое, вот, помните, я рассказывал про эту плеяду, геологов, которые открывали Западную Сибирь, они крайне молоды были, и вот, Вадим Дмитриевич, ну, он не совсем геолог, он геофизик, потом, конечно, он стал начальником экспедиции поисковой, но начинал как геофизик, его тоже в 30-ти не было. Это вот открыватель целая ряда северных месторождений, именно вот, не только на Ямале, но вообще по Северу в Западной Сибири. Ну, в общем, такой очень яркий человек, к сожалению, очень короткую жизнь ему досталась. Ну, вот, значит, вот это вот месторождение, почему оно классика, это месторождение, потому что, ну, во-первых, газ наверху, там нефти, нефти совсем чуть-чуть, но внизу, теперь, нефтиная торочка есть, теперь, вот, для Ямала, для запада, запада, севера, севера, запада, западной Сибири, помните, я говорил, Апт-Альп-Синаманский комплекс имеет трехчленное строение. Вот на востоке Апт и Альп и Синаман это единое преимущественно песчаная толщина, километр, почти толщиной, без региональных покрышек, а вот на западе нет. Объяснение тут такое, что снос был с востока, речка впадала, вот там, действительно, где она впадала, там это песчаник преобладает, доминирует. А вот сюда, ну да, она тоже много чего выносила, но в этапе трансгрессии появлялись глинистые пачки. В общем, трехчленное строение. Аптская часть преимущественно песчаная, ну тут видите, пласты переслоены, песчаная, глина, песчаная, глина. Альпская часть преимущественно глинистая, ну и Синаманская опять, это уже массивные песчаники такие, мощные очень. Вот, по свитам, ну, Аптская это, тут опять-то разные бывают свиты, ну так, обычно, Аптская часть это Толопчинская свита, клинистая часть Альпская, это нижняя часть Ханты-Мансийской, свит, неправильно рисована, да, вот эта Ханты-Мансийская тоже, это тоже Ханты-Мансийская, только нижняя подсвита. А верхняя часть Синаманская, это верхняя часть Ханты-Мансийской плюс, вот плюс может быть разный. Она называться может верхняя часть Синаманская Увадская свита, Увадская, или может называться Покурская свита. Покур, это вообще название восточное, для восточной половины Северной Сибири, Северо-Западной Сибири, ну, иногда и здесь, вот видите, выделяют пласт ПК, ну, как Покурская свита, ну, и так, и так. Могут Увадской в некоторых источниках, в некоторых Покурской. Ну вот, значит, видите, что здесь, на Ямале, это тоже специфика Ямала, что два, две группы залежей, понятно, наверху, в Синамане, под Туронской глинистой покрышкой, но еще и вот под этой, под Альпской покрышкой, под Нижне-Альпской покрышкой, нижней части ханты-мансийской свиты, вот здесь, в Танопчинской свите, и вот иногда в Танопчинской даже больше, вот на Баваненковском основные залежи-то вот здесь, в Танопчинской свите. Ну, вообще, это очень хорошие коллектора, видите, какие открытые полистости, там, за 30%, может быть, проницаемость, правда, вот в этой части самая лучшая, в Синамане, проницаемость больше одного Дарси, это великолепный коллектор, но эффективная мощность и до 100 метров, ну, тоже довольно крупный, очень, хороший, прекрасный коллектор. Но, это вот классика, то есть, вот и Харасавэ, и Арктическая, она будет примерно такие. Но, вот Новопортовская, она немножко другое, то есть, нельзя сказать, что вот, мы не должны рассчитывать, что в пределах какой-то нефтезаносной области все будет адилаковое, наверняка найдется какая-то такая, вещь, отличная от других. Вот отличная от других, это Новопортовское месторождение, Новопортовское, которое поюжнее. Новопортовское месторождение, ну, во-первых, оно отличается тем, хотя бы тем, что есть здесь залеж в фулдаменте. На одной из первых лекций я показывал там одну из моделей залежа в карбонатах Девона Толопчинского, этого Новопортовского месторождения, Горизонтеум, там это связывалось Евгением Юрьевичем Журавлевым с палеокарством, с какими-то даже пещерами, которые потом обрушались. В общем, какие-то вот такие участки небольшие, вторичных коллекторов тут есть, а во всем другом пространстве рядом вообще нет коллекторов. это залеж вот эти в беломитах ну, крайне трудно и оконтурить, и подсчитать запасы, и, в общем, очень непонятно, ну, как везде с вторичными коллекторами. Есть в Юре, и в Тюменской свите, и в Пласте Ю-1, ну, и дальше в Белу. Все есть, и видите, и Покурская свита есть, и Толопчинская есть, залежи, но посмотрите, они небольшие. Вот отличие новопортовского месторождения, что верхние залежи, которые, казалось бы, должны быть самыми хорошими, и обычно так и есть, они не самые хорошие. Самые крупные здесь залежи это Диаконские. Вот Диаконские. Ну, здесь иногда выделяется Ахская свита, ну, аналог Мегионской и Вартовской двух сразу. Но чаще она называется именно новопортовской, видите, библиотуры пластов МП, то есть это новопортовская свита, ну, или Ахская, в общем, ну, почти синонима. И видите, как здесь, в новопортовских пластах, конечно, залежи намного более крупные. Но новопортовские пласты довольно специфичны. Довольно специфичны. Давайте посмотрим. Все вот эти картинки, красивые, но есть много неточностей, вот я обращу ваше внимание. Ну, вот, вот видите, здесь огромное залежь нарисовано в тюменской свете, но не так это. В пласте там, значит, U2, вот это, ну, он очень сложный, этот пласт U2, он такой невыдержанный, он линзовидный, и это залежь совсем небольшая, но не так она нарисована. вот здесь она, может быть, слишком оптимистично нарисована, но это газ с нефтяной оторочкой. Теперь дальше. Вот основная залежь, видите, в неакоме, и тут, конечно, обращает на себя внимание четко выраженный литологический контроль, залежь комбинированная. Вроде она, конечно, антикринальная, но вот эти пласты выклиниваются в западном направлении. Ну, вот тут вариант такой упрощенный здесь нарисован, что они все в западном направлении, и это такое впечатление вот из этой рисовки складывается, что это, знаете, что? Ну, вот это тоже вот кромка дельта, которая сформировалась на кромке внутри шельфа и террасы. Ну, как иногда называют кромко-шельфовая дельта, я бы этот термин для Западной Сибири не стал употреблять в этих стенах. У нас его не любят, потому что это не совсем точный, а тем более для Западной Сибири. Ну, вот эти пласты, то есть, мы уже говорили о таких пластах много раз, что это вот дельтовые комплексы, а на Запад происходит переход от мелководных фаций к глубоководным условиям, и, соответственно, эти пласты просто кончаются, замещаются на глину. Но еще по другим вариантам интерпретации более сложным, как минимум, часть этих пластов, она не такая, это вот типа Ачимовки, то есть, это конуса вылоса, тоже действительно относительно глубоководной части. То есть, вот этот тот клиноформенный комплекс, который мы видели, ну, в Приобской зоне, да, где угодно, там, то есть, в Приобском месторождении, на Среднеобской области, в Среднеобской области, то есть, вот, белководные дельтовые фанции, переходящие дальше, вниз по склону к конусам вылоса. Вот, это их лензовидность, и здесь они доминируют и по газу, и по нефти, а по нефти это уникальное тоже месторождение, но не уникальное, крупнейшее по запасам нефти, да, то есть, нефти довольно много для северной половины, ну, но турбидитами я бы их не стал называть, вот, поэтому в кавычке здесь написано, взято, вот, конусовыносы. Турбидиты вообще термин, который иногда очень вольно употребляют, а иногда довольно строго, поэтому можно запутаться, то есть, иногда турбидитами называют все склоновые отложения, но опять же лучше не в этих стенах, потому что мы любим строгие термины, турбидиты это отложения мутиевых потоков типа флиша, а вот здесь вот такая вот градационная слоистость, она, в общем, не установлена, это не флиш, может быть, конечно, это склоновые тела, да, скорее всего, но их формирование не за счет мутиевых потоков, за счет плотносливых, которые надпадут, ну и так далее, оползневых тел, ну, в общем, поэтому осторожно с этим термином, когда мы говорим про Западную Сибирь, в обиходе можно сказать, а в серьезных аудиториях не стоит, ну вот, значит, вот это вот действительно вот такая новопортовская толща, которая специфична, вот такого плана пласты больше на Ямале, ну, не то, что не совсем, еще в одном месторождении рядом встречается, маленькая правда, а там вообще не характерно, вот такое отличие, но почему здесь все-таки основная залежа, а не вот тут, как у других месторождений, ну, в том числе, потому, что новопортовская находится в самой мелкой части, пожалуй, северо-западной Сибири, ближе к борту, ближе к Уралу, и там глубины не такие большие, там, где большие глубины больше, вот все уходит сюда, этот будут доминировать пласты Синаманские или там Аптские. Ну вот, давайте теперь перейдем чуть восточную, чуть восточную, на восток, вот сюда, в Гаданскую нефтегазоносную область, это тоже полуостров, да, значит, и Ямал полуостров, и Гаданский полуостров, к западу, Истуаре Аби, вот опь и вот сюда дальше. Значит, ну, что, в принципе, меняется? Меняется сразу, меняется состав строения Апт Альп-Синаманских толщин. Вот здесь оно уже единое, потому что источник сноса, скорее всего, был вот тут, в Енисейхатанском прогребе, вот отсюда речка текла, и вот сюда она впадала. И здесь вот Апт-Альп-Синаман единое, почти километровое толщин, и вот здесь покурская свита на все. И Апт, и Альп, и Синаман, все покурская свита. Не только самый верх, а все покурская свита. Вот, к сожалению, этот регион, он, конечно, менее изучен, и менее, так сказать, оборудован по сравнению с Ямалом, или вот более южными районами, потому что все-таки это, ну, чем дальше от инфраструктуры, тем сложнее. Конечно, если бы здесь была открыта нефть, здесь бы, конечно, было все по-другому. Но газ дальше, чем на Ямале, и уж точно дальше, чем вот здесь, в районе Уренгоя, по этому, ну, вот, как бы эти месторождения практически, ну, вот некоторые сейчас введены в эксплуатацию, но газ, это очень затрата емкий углеводород, потому что, ну, газ же не будешь перевозить там в каких-нибудь цистернах, да, просто так. Для транспортировки газа нужен ли завод по сжижению газа, который вот недавно здесь вот в районе построен, или газопровод, и тут другое удовольствие очень дорогое, тем более, что если завод по сжижению газа, нужен еще ледокольный флот, который бы круглогодичную транспортировку здесь бы обеспечивал. Все это очень дорого, поэтому вот эти вот месторождения очень крупные, вот, Гданское, Геофизическое, несколько Мессоякских, это не одно Мессоякское, а тут два или даже больше, вот, они очень крупные, особенно вот эти два, вот, и, но, конечно, это, так сказать, на будущее все-таки по эксплуатации. Что отличает этот район, этот регион? Ну, во-первых, большее количество разломов. Я вам говорил, что для Западной Сибири вообще наличие разломов даже в Верхней Юре, уж не говоря про Бел, ну, вообще обычно не бывает их там, да, то есть мы их не видим. Пошские-то есть, но субсейсмические, вот, но вот здесь, видите, более активная тектоника, разломы идут фактически, до поверхности. Правда, правда, это касается в основном вот такого вот такой вот структуры, это называется Мисоякский, мегавал или Нижний Мисоякский, река Мисояк. Эта структура довольно необычная для Западной Сибири, она, видите, поперечная, вот, обычные структуры Западной Сибири, вот такие вот, северно-рег вытянуты, а вот Мисоякский вал с востока на запад, ну, чуть наклонённый вот так. Значит, это структуры, которые формировались, продолжение структур уже не Западной Сибири, а Енисей-Хаттонского прогиба, мы поговорим про эти структуры, очень такие контрастные валы с действительно активной тектоникой, и вот эти валы, которые вот начинаются в Енисей-Хаттонге, а продолжаются в виде Мисоякского вала Запада Сибири, они довольно молодые, они образовались, то есть, один из самых таких активных этапов роста – начало мела, и потом они ещё продолжали расти, поэтому вот здесь, конечно, разрывная тектоника, особенно вот в этом, она более активна, чем в большинстве других районов Сибири Западной. Что ещё из специфики, да, вот появляются залежи, которые, как бы я даже и в комплексах их не рассматривал, залежи в Туроне. Вот Кузнецовская свита – это региональная покрышка, она, там, очередная трансгрессия была, и она преимущественно глинистая, и в подавляющем большинстве районов Западной Сибири выше ничего нет. Вот она всё изолирует, держит гигантские газовые скопления, то есть удерживает огромный столб вот газа. Это великолепная покрышка, уникальная, но вот здесь есть и залежи внутри этой покрышки. Вот видите, здесь такая показана, где-то сухо, а где-то метан. И, ну, хорошо, на Западно-Восточно-Месоярском месторождении это так себе, но есть месторождение где-то крупное, даже крупнейшее по запасам залежи. Вот эта пачка, внутри Кузнецовской свиты называется Гассалинская, посёлок Гассале. Вот Гассалинская пачка – это песчаники, которые находятся внутри этой глинистой толщины. Это, опять же, непонятно. Когда мы имеем локальные песчаные линзы внутри глин, которые сформировались вроде бы в депрессионных условиях в момент максимальной трансгрессии, это всегда непонятно. как они там попали, эти песчаники. В Баженном там куча всяких объяснений, идей, и вот тут не совсем понятно. Вроде трансгрессия, вроде неоткуда взяться песчаников. Но вот преобладающая точка зрения, что это довольно дальний разнос подводными течениями. То есть какие-то есть течения были, они были привязаны к каким-то элементам рельефа морского дна от уронского, и по ним переносились какие-то объемы песчаного материала, и были такие барьеры, ну тоже, наверное, тектонической природы, в которые вот это как бы течение упиралось и теряло свою силу, естественно, часть песчаного материала сгружалась. И вот вроде бы, да, вот так можно объяснить, потому что по-другому довольно сложно. Ну вот, причем очень далеко разносились. Судя по всему, опять источник был на востоке, в районе, может быть, Таймыра или еще где-то, вот, а выносилось это довольно далеко, мы видим, даже на Карского моря такие штуки иногда бывают, доходят. Ну, в общем, пока так, дальний разнос подводными течениями. Ну, такое вот основное объяснение, хотя там вопросов что-то довольно много. Ну, вот эта специфика, да, разлома и появление газа в покрышки внутри покрышки, песчаных пачках, линзах внутри вот этой глинистой кузнецовской свиты. Ну, а в целом это, конечно, ну, в принципе, то же самое, да, то есть покур, вот верхние эти покурские части, вот, в крупное газовое месторождение с конденсатом, они же появляются нефтяные нефтяные оторочки. вот это вот Надымпурская область, это основные запасы газа, даже можно по-другому сказать, основные источник газа, потому что, вот, как я говорил, на Гдане еще часть месторождения гигантских ждет своего времени, своего срока, Ямал, северное месторождение Ямала, типа Харасове, тоже совсем недавно были введены в разработку, а вот Надымпурская это основной источник, здесь уже традиционная добыча, огромные запасы, действительно, потому что тут, ну, просто гигантские месторождения, самое крупное это, конечно, Уренгой, Уренгойское месторождение, ну, тут, как считать, самое крупное, то есть, в России, конечно, самое крупное, но, вот, если брать непосредственно замкнутый контур вот этого основной залеж, там около, основной месторождения, это около 7 миллиардов кубометров, а если взять сателлиты, то есть, которые, в общем, отделены, имеют свой газоводяной контакт, залежи, чуть-чуть на площади смещены, но к той же антиклинальной структуре приурочены, тогда, получается, уже 11 триллионов, и вот есть такое название просто Уренгой, это вот конкретное, вот это одно месторождение с 7 миллиардами, а большой Уренгой, это собственно сам Уренгой, и вот прилегающие залежи в пределах той же тектонической структуры, ну это все делают такой вот такой трюк во влогих странах, только по-английски это будет комплекс, там какой-то допустим, комплекс контарель в Мексике, да, контарель и комплекс контарель, сложный контарель, ну вот, значит, вот это, конечно, большой Уренгой, Ябург, ну тоже гигант, 6 триллионов кубометров, Медвежье больше 2 триллионов кубометров, это все изликает, гигантские месторождения, и есть, конечно, и нефть, вот, ну вот, например, Муравленковская, там нефти почти столько же, сколько газа, вот, значит, что тут по свойствам коллекторов, по дебетам, ну, в принципе, дебеты нефти, то есть нефть в основном из ниакома, это нефтяные оторочки, или вот нижняя часть, то есть нефтяная залежь с газовой шапкой, да, вот это нефть, ну, не такие уж большие дебеты, вот тот же ниаком на юге в Среднеобской нефтегазоносной области дает больше 200 кубометров в сутки, здесь поскровнее, все-таки сказываются большие глубины, наверное, уплотнения коллекторов, ну, конденсата, естественно, много, потому что газ, насыщенный, растворенный нефтью, ну, а вот, конечно, газ, сам непосредственно газ, верхний газ, который вот из покурской свиты, здесь тоже, аптальп-синаман, это единый резервуар, вот, и там, конечно, дебеты, смотрите, 6, 7, даже, вот видите, 7,9 миллионов кубометров в сутки, да, то есть, до 6,5, или даже 7, почти 8 миллионов кубометров в сутки дебет одной скважины, ну, понятное дело, что так не будет никто эксплуатировать с такими абсолютно свободными дебетами, но в принципе это показывает и энергетику пласта, и качество коллектора, то есть, супер, вот, высота нефтяных залежей до 100 метров, а газовая, может, там, больше 200, то есть, это очень крупная залежа, ну, давайте разберемся с ними, ну, вот, такой, один из классических примеров, опять, видите, Ябурское месторождение одно из гигантов, вот, как выглядят основные залеж, ну, основная залеж, конечно, Покур, вот, обратите внимание, да, то есть, это Апт, Апт, Альп и Силаван, залежа только в Силаване, хотя комплекс единый, почему? Потому что внутри нет покрышек, вот, показаны здесь глинистые линзы, но они не образуют хоть даже локальной покрышки, да, все равно их можно обойти, эти линзовидные глинистые тела, и поэтому здесь газ, который сюда попадает, он просто не удержится внутри этой толщи, да, ебали по-другому, потому что вот здесь была бы глинистая толща нижней подсветы халтамансийской свиты, и тогда газ бы был и тут, а тот, который прорвался через эти глины, дошел бы до вот Кузнецовской свиты, эту рожу, до следующей покрышки, тут были бы залежи и тут, вот здесь не так, все идет только доверху, до Синамана, там основные залежи, конечно, есть и неокомские залежи, в неокоме, ну, есть, как правило, нефтяная торочка, но вот здесь она маленькая, на других местах мы увидим побольше, неокомские пласты, конечно, тут выклиниваются, и все такое, теперь вот здесь тоже хорошо видно природа этих структур, я вам говорил, что в Западной Сибири, конечно, очень велика унаследованность движений, если какая-то структура образовалась, антиклиналь, и чем образовались, они довольно давно, первое, там их где-то в начале юры уже эти структуры начинают расти активно, и потом они последовательно растут, 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 вплоть до, может быть, кайлозоя, или даже, может быть, до неогена, все это растет, постепенно, конечно, амплитуда снижается, но, в принципе, у нас вот таких инверсионных структур очень мало, ну, вот разве что вот Мисоякский вал, о котором я говорил, он, конечно, более молодой, вот, ну, вот такие, такая вот картина, да, вот видите, покорская толща, тут есть вот эти линзы глинистые, но, понятно, что, вот, мимо них может пройти поток, то есть это единый динамически связанный резервуар, залеж массивная, да, массивная, чем отличается от пластовой, у пластовой здесь краевые воды, то есть, коллектор заполнен полностью, от кровли до подошвы в сводовой части от коллектора заполнен полностью или нефтью, или газом, под, в центре залежа под нефтью, или газом нет воды, потому что кончается песчаный пласт, а вот это массивная, здесь подошвенная вода, вот воды не с краю, вот как было бы здесь, а вот по подошве такой проходит контакт. Ну вот, значит, ну, вот Муравленковское месторождение названо в честь, это не гелда вообще, Виктор Иванович Муравленко, видите, герой социалистического труда, четырежды, четыре ордена Ленина, две вот медали госпремии, Ленинская премия, государственная, легенда нефтяная, он буровик и разработчик, не геолог, не геофизик, а именно буровик и разработчик, поэтому вот разработчик, он, конечно, должен быть более известен. И он начинал в свое время и в Предкавказье, да, может быть, даже за Кавказье, потому что он Грозенский заканчивал институт, потом работал на Сахалине, потом в Волго-Урале, и вот когда начался подъем активный начало разработки Западной Сибири, его как вот такого монстра, в хорошем смысле слова такого, сильно очень руководителя бросили на Западную Сибирь, он очень много тоже сделал и в честь его такое вот месторождение. Тоже не так много прозил, потому что такая работа требовала очень сильной отдачи и, конечно, иногда ущерб здоровью. Ну вот, значит, вот это Муравленковское месторождение, вот здесь мы видим такой пример, как вот распределение нефти и газа. Конечно, это тоже не совсем правильный профиль, потому что вот здесь в Неокомских пластах тоже есть газ, это не чисто нефтяные залежи, но все-таки здесь довольно много нефти. Ну, как много, вот если газа наверху так, 350 миллиардов извлекаемых, то нефти внизу 250 миллионов, то есть так. И там, и там это крупнейшее месторождение, крупнейшее заливное. Но, конечно, все-таки коллекторские свойства очень сильно отличаются. Вот Неокомская часть нефтяная, ну, средненький по качеству коллектор, полист вроде ничего, проницаемость, конечно, можно было бы и получше. Глубоко это уплотнение, а вот верхняя залежь покурская, глубина чуть больше километра, великолепная тоже коллектора, но вообще покур, это, как правило, 30 и больше процентов полист проницаемость, ну, вот здесь несколько сотен миллиардарси, а в других районах мы увидим за один миллиардарси. Такого качества коллектор очень редко встречается по толщине и по емкостно-фильтрационным свойствам. вот так вот аналог, например, того же примера возраста песчаники в Кувейте. К сожалению, там нефть а у нас газ, то есть нефть, конечно, получше было бы, но качество коллекторов примерно одинаковое. Вот, ну, самое крупное, конечно, Уренгой. Уренгой 200 километров в длину, 20 на 40 в ширину, ну, ширина – это Москва, а расстояние 200 примерно отсюда до Рязани. гигантское месторождение. Вот, открыто тоже вот в те годы, золотые годы, только начало, да, я помню, я вам говорил, что стратегия поисковых работ Западной Сибири в середине 60-х годов, в конце 60-х, в начале 70-х, редкая сейсмика и самая крупная структура, были на самое крупное, и вот открывали как раз вот эти все гиганты, практически две трети гигантов открыты вот в течение пяти лет, может быть. Вот, залежи тоже очень разнообразны, есть и в Тюменской свете, там, U2-пласт, есть неоком, конечно, неоком не такой вот прямо, как здесь нарисован, прямо, видите, здесь пласты, пласты, он больше вот такой, то есть там все-таки есть литологический фактор, безусловно, вот, вот, видите, большинство литологически экранировано для неокома, ну, там до 200 метров высота, в общем, газовая с нефтяной оторочкой, может быть, не такое высокое содержание нефти, как на Уравленко, но тоже. Вот какие залежи неокомские, видите, они даже не единые для всей структуры, вот, видите, в этом пластах У, урилгойские, пласты группы Б, это, ну, аналоги регионской свиты, то есть, где-то Валжин, примерно, по возрасту, вот этот Валжинский ярус, вот, видите, это отдельно, такие, не очень крупные залежи, газовые, с нефтевой оторочкой, вот, а вот покур, это вот единая почти на всю структуру, ну, за исключением сателлитов, сателлит, которые объединяются с этими странами в большую же Оренгой, в Оренгой, вот, и здесь, конечно, видите, вот эти самые миллионные, много миллионные дебиты газа с конденсатом и очень крупная залежь, вот, вот это, вот она, залежь, но понятное дело, что вот эта толща, которая почти километр толщиной, ну, километр, так, я, чтобы немножко драматизировать, так, 700-800 метров, пусть будет почти километр, вот, значит, это все-таки, конечно, не 100% пищалек, вот мне нравится этот профиль, он может быть здесь не генетический, то есть здесь не показано, так сказать, генезис вот этих пластов, потому что это все линзы, да, связанные с протоками, то есть они так бы, как бы не вверх выпирают, а вот вниз, ну, это не важно, главное, чтобы показать пестроту состава, вот этот вот желтый цвет, это песчаник, песчаник, да, хорошо проницаемый, вот этот такой, я уж не знаю, как его назвать, вот этот цвет розоватый, это оливрический песчаник, который хуже по проницаемости, то есть это, вот этот отличный холект, такой средненький, вот это вот глинистые песчаники, это плохой коллектор, а это вообще глины, то есть не коллектор, вот так это выглядит на профиле, если сверху посмотреть, видите, что, значит, вот даже можно, так сказать, полеогеографию не ходить, далеко, не заборачиваться, и так видно, что это такое, это дельтовые протоки, вот дельтовые протоки, иногда биодрирующие, вот такие вот, и внутри, какая-то часть, вне этих проток, с глинистой седиментацией, здесь, конечно, песочек, где протоки, а между ними, в пойменной части, глины, глинистая часть, но вы понимаете, что если вот газ поступил сюда, он по дороге нигде не перехватится, он все равно найдет место, где просочится до самого верха, до региональной покрытии, вот здесь, да, то есть нельзя сказать, что прямо однородный песчаник, но экранов, даже локальных, нет, все равно пройдет, все равно нигде здесь не перехватит этот поток, но с точки зрения эксплуатации, это важно, потому что запас-то надо считать, с учетом вот этого вот, коэффициента песчанистости, потому что не 100%, ну вот, что это, да, видите, прибрежная низбенность, озерно-болотные, это для нижней части, чем выше, тем больше уже, так сказать, подводной части, то есть это уже прибрежная часть, сортировка лучше, там, волны работают и так далее, ну и заключительная нефтегазоносная область, четвертая, для севера, это Пуртазовская нефтегазоносная область, это опять окраина сибирской платформы, западно-сибирской плиты, ну, молодой платформы, западно-сибирского бассейна, давайте с платформы не будем, потому что какой тут фундамент, это не совсем понятно, вот, где здесь граница вот древнего фундамента восточно-сибирского проходит, и молодого западно-сибирского, это такой вопрос, спорный, ну вот, значит, здесь опять же, ну, единый покур, все как положено, очень крупное месторождение, вот эти русское, южно-русское, заполярное, это тоже, ну, во всяком случае, заполярное, тоже несколько миллиардов кубометров, то есть, это все, в принципе, то же самое, газ вверху в покуре, ну, чуть-чуть нефти появляется в неакоме, в аторочках, но это, как говорится, не все, да, потому что, вот есть такой большихетский мегаван, которому приурочены вот эти вот месторождения, Сузунская, Лодочная, Волкорская, Тогульская, вот это, на этой картинке, картинка 2000 года, да, это вообще какая-то мелочь, да, вообще несерьезно, а потом выяснилось, что на самом деле, вот здесь, на Волкоре, извлекаемых больше полумиллиарда, но не газа, а нефти, это уникальное, уникальное нефтяное месторождение, по масштабам сравнимое с крупнейшими месторождениями, вот юга, вот Среднеобская нефтегазоносная область, не самотлор, конечно, но уровень там какого-нибудь там, может быть, Приобского месторождения, там, Бабалтовского, или Усть-Балыгского, вот такого, огромное месторождение, это вот самое свежее, гигантское открытие нефти в Западной Сибири, не так давно, вернее, да, открыто довольно давно, но масштабы его стали ясны уже в нулевые годы, вот, здесь, конечно, вопрос, да, почему вот везде газ, ну, просто доминирует, а вот тут, на Ванкоре, в общем, это нефть, конечно, гораздо больше, чем газ, такой гигантский, ну, давайте сперва об обычных месторождениях, обычных для северо-западной Сибири, ну, вот, например, вот это Заполярное, 65-е годы, те же самые годы, когда открывались гиганты, газ 3,5 триллиона кубометров, огромный, вот, и еще и конденсат, потому что десятки миллионов тонн это конденсат, то есть растворенная часть, тоже много, вот, тоже и не о ком, ну, основная залежь в Покуре, в общем, классическая брахия антиклинали, и, в общем, как все, как положено, давайте все-таки, ну, да, гиганты, это все нормально, давайте все-таки вопрос о Ванкоре, тут, конечно, не очень понятно, ну, почему вот везде, вот, везде, везде газ, доминирует, вот тут газ будет, вот тут везде газ, а вот Ванкор вот тут, а вот тут нефть, ну, тут тоже газ есть, но нефть, полмиллиарда, вот, видите, это, со ссылочкой у меня есть, чтобы не быть голословным, чтобы не обвинили в чем, вот, вот в таком, вот это, это газета, Роснефтьевская, это Роснефтьевская газета, ведомственная, и вот они вот так вот, такую цифру дают, давали, вот, может, еще больше, потому что, может быть, оно соединяется и с Сузунским, и с Лодочным, и с Тогульским, и в каком-то уровне, здесь есть несколько залеж, несколько залежей, и вот Нижнехенская свита, это неокомская, и вплоть до вот того Синамана. Как объяснить? Ну, может быть, конечно, прежде всего, тут, конечно, вопрос встает о материнских источниках. Понятно, что такое количество нефти может сгенерировать только Бажен. Баженовская свита, ну, вот она вот здесь. Вот неокомские клинноформы, вот Баженовская свита. Значит, сгенерировать. Есть одно такое объяснение, да? По составу, конечно, чем ближе к краю бассейна, а это уже в Восточной Сибири, видите, вверх что пошло, значит, состав Баженовской свиты изменяется. Возможно, это уже даже лучше не называть и Баженовской, лучше может ее и Лавстанской называть. То есть, в этой отложении они увеличиваются по толщине за счет привноса более активного материала. Материала попадает в Баженовское море крайне мало, но все-таки попадает, попадает отсюда. Поэтому толщины вот этих Волжско-Нижнеберясовских или Титон-Берясских отложений здесь больше, чем вот здесь. По той простой причине, что сюда поступает больше материала, сюда меньше. Только по этой причине. И компенсированная осадка накоплений. Не потому, что здесь какие-то прогибы были, какие-то там дикие люди их рисуют, что здесь были какие-то палеопрогибы самая лучшая материнская толщина. Нельзя сказать, что здесь источник нефти лучше, чем вот здесь. Нет такого. Что еще может прийти в голову? Ну, например, то, что раз здесь не так глубоко, значит, и материнская не перезрелая. Здесь она точно перезрелая. Поэтому дает много газа. А сюда глубина уменьшается, поэтому такого количества газа нет. и поэтому газа меньше. Но это не дает ответ на вопрос, почему нефти-то больше. Нефти должно быть и здесь, и здесь примерно одинаково, потому что та же Мазайловская свита здесь тоже была в свое время в нефтяном окне и тоже сгенерировала сколько могла нефть. Но здесь мало нефти, а здесь полмиллиарда извлекаемых это очень много. Значит, тут разные точки зрения. Вот я вам уже две сказал. меняется состав материнской толщи и диссертация по этому поводу защищается. Мне это не очень нравится. В эту сторону на восток наверно только хуже может быть, не лучше. Теперь вот второе, что зрелость на востоке поменьше, поэтому меньше газов. Мне кажется, можно еще третье предположение высказать. Вот есть такая концепция дифференциального улавливания. она непонятно, кто первой был, потому что она примерно одновременно была предложена в Советском Союзе Степану Павловичу Максимову. Был такой замечательный геолог, директор в Нигни, один из таких людей, который построил этот институт, в смысле не сам построил, а создал его такой в науке вес большой. И зарубежный геолог, геохимик Гассоу. Вот они примерно одновременно, независимо, скорее всего, друг от друга. Максимова-Гассоу концепция. Значит, вот концепция такая, что у нас идет перераспределение, переформирование залежей по мере погружения материнской толщи. Ну вот, у нас, допустим, есть такой пласт, ну, любой, допустим, какой-то неакомский, или там группа пластов, неважно. Пусть это будет неаком Западной Сибири, вот здесь материнская. Значит, вот где-то в середине Мела в Бажен генерируют большое количество нефти по всему северу Западной Сибири. А на юге, может, он даже и не вошел еще в нефтяное окно, а здесь генерируют. Сформировались целая серия нефтяных месторождений. Дальше. Через какое-то время Бажен ушел глубже еще и с конца Мела, как мы видели, он вошел в газовое окно, пошел поток газа. Он поступает в те же ловушки, которые уже заняты нефтью. Что происходит? Ну, если у нас пластовое давление больше, давление высыщения, то весь газ растворится в нефти. Пока. Потом, наверное, все-таки произойдет, если газа все больше и больше, то, конечно, наоборот, произойдет нефть раствориться в газе. Но, в принципе, такая ситуация, вот здесь даже можно посмотреть, что у нас что происходит? Ну, сначала все нефтью занято, потом поступает газ. И газ, он легче нефти, он занимает самую верхнюю часть ловушки. То есть, вот, ниже нефти. Потом газ еще поступает, нефть спускается ниже. То есть, газ выдавливает нефть, свежий, из верхней части ловушки. Пока не выдавит до вот этого перегиба. И дальше, что? Нефть пойдет в следующую ловушку, более верхнюю, а газ останется, вот как здесь. Газ выдавил, следующий. Потом, в зависимости от масштабов газообразования, он может дальше и дальше гладь нефть, выдавливать ее к краю бассейна, в более приподнятые части. Кончится это тем, что появятся вот такие вот залежи, ну, газовые с нефтяной оторвочкой, или нефтяные с газовой шапкой, а чисто нефтяные будут выдавлены на самый край, к самому верху. Вот это теория геррифи. Ну, это, конечно, никакая не теория, и даже не гипотеза, это концепция, потому что теория, она основывается на фактах. Там нет закона, мы не видим доказательств, но фактов куча, которые ее подтверждают. Гипотеза тоже самая, там просто меньше фактов. Фактов недостаточно, чтобы гипотеза объявить ее теорией. Ну, а концепция, когда у нас вообще там есть что-то такое, соображения какие-то, а фактов мало. Вот это, конечно, концепция и гипотеза. Мала доказательная база, и, в общем, много ее критикуют. Но, вы знаете, во многих случаях похоже, что она работает. Вот для Западной Сибири почему бы нет? Почему бы так не пытаться объяснить? То, что вот идет поток газа, который дальше выдавливает степенно нефть, все, все, все восточнее, восточнее, вверх по склону. Ну, пока, конечно, вот этот газ не успокоится, и вот тут у нас нефтяное месторождение, нефтегазовое в Анкор образовалось. Одно из объяснений. Одно из объяснений. Ну, вот, значит, вот такое объяснение. Ну, во всяком случае, это, конечно, крайне хорошая новость. Ну, не новость, конечно, все-таки много лет прошло. крайне хорошая вещь, поскольку, ну, дает нам надежду, что мы можем открыть в Западной Сибири еще нефтяные месторождения, там, где вы, собственно, не ожидали. Перейти на края из газовых частей и, может быть, даже попробовать не на антиклинале, а на зону выклинивания, допустим. Почему вот здесь не может быть вот в таких участках, да, где выклинивается, допустим, ни о ком. Тоже хорошая ловушка. Ее, правда, очень трудно увидеть, большие риски, но в следующий год, если все будет нормально, мы с вами вот увидим примеры таких ловушек, залежей в не антиклинальных, в зонах вот такого вот выклинивания и гигантские месторождения, ну, правда, за пределами России. Ну, вот, собственно, что касается в наземной части Западной Сибири, в общем, все. Я вам уже говорил, что бассейн продолжается, продолжается в Карское море, во всяком случае, в Южную, к Лавиму, потому что вот дальше, вот там, за сибирским порогом, вот там, это северная часть, тоже Карское море, вот северная часть. Северная часть Карского моря, это абсолютно другая история. Там разрез ближе, может быть, к Баренцеву морю, то есть там нижний мезозой, то есть триазм, плязой наверняка участвуют в углеводородных системах. А вот эта часть, это чисто западно-сибирская, ну, вот граница Ямала, берег, ну, ну, вот, что-то такая синяя линия, невнятная. То есть мы видим, что это вот просто западно-сибирский бассейн с точно таким же типом разреза. Ну, вот, пример, посмотрите. Вот Харасавейское месторождение, вот оно, оно частично даже в море уже находится. А это месторождение Ленинградское и Русановское, которые были открыты уже в пределах Карского моря. То же самое, те же самые комплексы, очень похожи на Ямал. Такой же трехчленный строение Альпсинаманского комплекса. К сожалению, скважины не уходят, не попадают, эти старые скважины в ни о ком, в ни о ком. Но техническим причинам это бурилось, по-моему, в 70-е годы, может, в начале 80-х. Технически тогда вот эти более глубокие горизонты было труднее вскрыть. Харасавей на земле, на суше, а вот эти вот Ленинградское, Русановское в море. Ну, ледовая обстановка, надо бурить быстро, пока, значит, буровая установка безо льда находится. Это, в общем, тогда было сложно между вот этими этапами, когда лед там, льды тяжелые. Вот. Непонятно, что там. Ну, вроде то же самое похоже. Большое расстройство, что здесь тоже газ. Понимаете, во-первых, у нас газа и вот тут, навалом. Еще часть месторождений, множество месторождений, очень крупных, не введены в разработку. Резерв еще на многие годы. Пусть они суперкрупные месторождения газовые будут в море, но это означает, что они просто в разы, а может, даже на порядок, дороже будет эксплуатация вот этих месторождений, чем вот, допустим, вот этих каких. А зачем? Если и тут еще неразработанных месторождений, разрабатываемых куча гигантских, так что ж нам еще какие-то бешеные деньги сюда вкладывать? Даже со Штокманом, который уж совсем в Европе, Баренцов-Морь, еще крупнее, там, несколько триллионов этих кубометров газа, тоже не разрабатывается. Поэтому вот это отрицательный результат, отрицательный результат получения газа. Газ в Арктике, в морях не нужен сейчас абсолютно никому, ни нам, ни норвежцам, ни американцам, ни канадцам, никому. Слишком дорого. А вот нефть, ну, я все-таки хочу закончить на положительной ноте. Вот есть такая структура здесь, сейчас я в нее открою, вот она, называется, хорошо, университетская, называлась раньше, университетская структура. И несколько лет назад здесь была пробурена скважина, пробурена Роснефтью в сотрудничестве с компанией Эксон. Ну, дело в том, что у нас, вообще-то, технологий таких нет, морского бурения, сложных ледовых обстановок, и поэтому технологии были Эксоновские. Пробурили скважины и получили притоки нефти. Вот здесь, вот видите, вот в этой части. Это опять, видите, край бассейна, да? Опять середка, самая глубокая часть, газ, и опять, уйдя на периферию, вот, получили нефть. Конечно, это нефть, ну, так сказать, непромышленная точно, очень небольшой приток, вот, маленькие очень дебиты, но это нефть, да? То есть показывает, что вот, может быть, действительно, опять та же история срабатывает. Когда мы уходим на край бассейна, у нас меняется фазовый состав, то есть, экономического эффекта эта скважина не дала, а в научном, наверное, очень большой прорыв. Структуру тут же переименовали из университетской в Победу, она теперь называется Победа, но, к сожалению, сейчас Эксон с нами не работает, а пока свои технологии не позволяют нам там бурить, дальше разведывать это, даже это месторождение. Ну вот, значит, это что касается морской части, я очень кратко, видите, говорю, потому что, ну вот, строение этих месторождений, видите, тоже трехчленное строение, АПТ, покрышка в Альбе, потом Синаман, да, опять небольшие завязы в Туроне, вот опять какие-то эти линзы, но дело в том, что заключительная наша с вами пара лекций, в апреле уже будет, вот как раз перспектива морей, и морской части, арктических морей, и мы опять вернемся, и более подробно это все рассмотрим, и Карская, и Лаптевых, и Восточно-Сибирская, и Чукотская, вот давайте подождем. Ну, а завершить я хочу вот литературы, Западная Сибирь, конечно, я уже говорил, в каждом вопросе, в каждом билете будет обязательно вопрос по Западной Сибири, ну и большинство из вас Западной Сибири занимается. И здесь, конечно, проблема с литературой, к сожалению, очень большая проблема. Дело в том, что, ну, я уже вам должен рекомендовать литературу, которая какая-то обобщающая, то есть вот какое-нибудь обобщение по Западной Сибири, в которой было бы там, в региональном масштабе все описано, геология и углеводородная система. Но, к сожалению, вот такие книжки пишутся вот на начальных этапах. Открыли какой-то бассейн, получили данные, первое, ну не первое, там уже месторождение пооткрывали, и вот обобщающая работа. Для Западной Сибири есть такая книга, вот эта вот замечательная, ну, 75-й год, ну что, никакой, никакой крылоформенной модели ни о кома нет, никаких понятий материнских свитов. Половина, ну не половина, но крупные-то месторождения уже есть, а вот средние, такие специфические месторождения, о которых я говорил, ни Приобки, ни Таллинского, ни Ванкора тем более. Ничего вы здесь этого не увидите. К сожалению, вот с тех пор таких обобщающих работ почти нет. Вот обобщающая работа, где идеи уже новые, заложены, там меньше фактуры, но больше идей. Вот первая из таких обобщающих книг, это вот нефтегазоносные комплексы Западно-Сибирского бассейна. Год тоже, конечно, ужасный, в 88-й, ну в смысле ужасный, потому что устарела во многом. Но вот идеи, гедрогенность фундамента, ниакомская клиноформа ниакома, вот эта конуса вылоса относительно глубоководная, дельта, это уже здесь есть. Поэтому вот если концептуально, я бы с этой книжки вам все-таки эту книжку бы порекомендовал, потому что вот концепции все там есть современные, и они излагаются очень просто. Понимаете, чем больше у нас информации, тем сложнее оказывается геология. Но это закон. Чем больше мы знаем, тем все сложнее. И поэтому вот здесь более просто изложено, и мне кажется, для начала понимания это более приемлемо. Я бы все-таки порекомендовал. Эту книжку, ну если какие-то старые месторождения у вас в дипломе, вот тут можно, конечно, их найти, там подробные дебиты, строения, профили, все это будет на том уровне знаний, который был тогда. Если разработчикам, конечно, да и не только, я тоже с удовольствием, хотя к разработке вообще никакого отношения не имею, вот с удовольствием почитаю вот эту книжку. Геология, разработка крупнейших, уникальных месторождений. Здесь, правда, только для нефти. Замечательная книга, очень полезная и нам, геологам в том числе. Разработчикам-то понятно. Нам очень полезна, потому что здесь и геология. То есть обычно мы вот нефтяники, ну поисковики, вот открыто месторождение, разведано, и все, дальше трава не расти. Мы не запрашиваем, не получаем информацию, которая получается при разработке. А там ведь огромное количество данных, и пласт совершенно другую форму может иметь, и все другое может быть, и залежь другую конфигурацию, все, все что угодно. И вот здесь прослеживается, как на этих крупных месторождениях с течением времени менялась и геологическая модель, и схема разработки, как это все эволюционировало. Причем иногда просто не эволюционировало, даже просто революция происходила. Все не так, и давайте по-другому. И это вот здесь очень интересно. Теперь вот дополнительные. Ну, вот эта книжка как бы более современная, но, вы понимаете, я бы ей не стал пользоваться, хотя я ее привожу, потому что там вот перепевы вот этой книжки, она просто фактически, картинки оттуда взяты, чуть-чуть добавлены тексты, она кажется мне очень неудачной. Но вот все-таки, конечно, в Западной Сибири надо, если вы конкретно пишете диплом, надо изучать по статьям, потому что обобщающая работа это вот о начальных этапах, а потом весь, так сказать, научный мир, он занимается конкретными вещами, или конкретным месторождением, или конкретной проблемой, до уровня пласта, фактически, или там это стратеграфия, или там еще что-то, или интенсификация притоков, ну вот конкретные задачки, поэтому вот свой район надо по статьям, статей огромное количество, но в принципе есть статьи, которые помогут и концептуально. Вот если вы хотите неокомскую клиноформенную модель представить в более-менее современном виде, в том виде, который принят в мировой науке геологии, вот как, это же не единственный клиноформный комплекс в мире, таких клиноформных комплексов в море, в разных обстановках, и в океанических, и в таких вот, ну в меньшей степени эпиконтинентальных бассейнах. Вот как современное представление с точки зрения вот так модной, до сих пор модной такой концепции, как секвентная стратеграфия, секвентная стратеграфия, вот я бы вам конечно вот эту статью. мне чрезвычайно нравится, на самом деле их две таких статьи, одна более общая, другая более конкретная при обском месторождения касается, они на английском языке, хотя, вот вы видите, вот эти два автора, ну уж точно вообще наши, никуда не, всегда были наши, а пинус, ну он сначала был наш, потом уже не наш. вот, и это конечно мне ужасно нравится, там разбираются последовательность этих пластов, как их можно корренировать, как их нет, я вам показывал на примере приобки из этих статей карточки. Конечно, может быть вы решите, что их трудно найти, но на самом деле не трудно, они у меня есть скачаны, если кто интерес, я комом, пожалуйста, я вам их предоставлю. Ну вот, значит, с Западной Сибирью все, давайте на этом сегодня закончим, а в следующий раз будет Восточная Сибирь. Сибирь.